Я сейчас на второй момент в НСИС и в РУ Минифлиханова. Хотел бы сказать, что для меня очень большая честь оказаться в консерватории и выступить. Большое спасибо организаторам за такую предоставленную честь и возможность. Тема моего доклада – ретрансляция социальной философии категории «Бардовская песня». С вашего разрешения я буду заглядывать в свои тезисы, но мои собственные. И почему я обратился именно к «Бардовской песне»? В первую очередь для меня очень важно было, как попытаться передать, ретранслировать определенные социально-философские категории, так как я преподаю в основном философии, связанные с ним дисциплины. Как попытаться привлечь ребят к этим категориям, чтобы это было не в каком-то серьезном, техническим крючем, чтобы это было больше интересного, больше актуального. Ну и представил себе, что можно попробовать через исполнение «Бардовской песни». Конечно, я ни в коем случае не претендую на звание какого-то там великого барда, но тем не менее участвовал в разных конкурсах, получал кое-какие почетные грамоты, если так можно сказать. Ну, «Бард любитель», если можно выразиться. Ну, несколько слов о самом «Бардовской музыке», авторской песне. «Бардовская и авторская музыка и песня» всегда особняком стояли в мире музыкальном и поэтического искусства, однако в Советском Союзе, особенно в 60-е, 80-е годы, к ней было приковано внимание интеллигенции. Ну и не только. Ну и надо сказать, что «Бардовская песня» была распространена не только в Советском Союзе, и в Восточной Европе, и в Западной Европе. «Бардовская песня» таила в себе некую связь с бытием мира и, конечно же, с бытием человека, его духовного компонента. Острадание, смысловатость текстов, эмоциональность исполнения, иногда просто прочтение текста о песне, завораживало публику, всегда немногочисленным, но всегда своим. И если на первых порах «Бардовская песня» начиналась с туристических слетов, студенческих слетов, то со временем появились настоящие фестивали авторской песни и музыки. Они были распространены по территории Советского Союза, уже бывшего Советского Союза. Ну, а самые такие значимые – это Крушинский фестиваль, фестиваль Гуликова Поля, в бывшей Советской Республике Узбекской ССР, это Чемганское эхо, тоже очень популярный фестиваль, и другие. Несмотря ни на какие модернистские влияния, чрезмерный популизм, в «Бардовской песне» остается самое главное – то, что не меняется никогда. Смысл наполнен из текстов. Сегодня очень много критики в адрес Грушинского фестиваля, в адрес Куликова Поля, что вот, дескать, эти фестивали более популистическими стали, а не отражают те идеи, которые изначально были заложены в понятии «Бардовской песни», то есть какой-то определенный политический накал, настрой, политическая динамика какая-то рассматривалась, но сейчас больше популизма. Но это правда, что скрывать? Центральное место в «Бардовских текстах песен» занимает соотнесенность философских категорий с теми событиями, которые происходят в нашей жизни, и на которые мы зачастую никак не можем повлиять, но можем эстетически насладиться тем, как автор-исполнитель предлагает относиться к ним. Насладиться и, конечно же, задуматься. Раздумие – это основной мотив текста, если можно так выразиться, шлейф после исполнения. Лирический, романтический характер исполнения авторской песни всегда отдавал некое печальнику. Действительно, несмотря на юмористические композиции, обилие «Бардовской песни», всегда остается определенный печальный осадок. И исполнители, и слушатели волновало, что же будет дальше. Как телепортировать исполненное и услышанное в реальность, в наше бытие, полное личных драм и социальных коллизий. Неизменными в авторской песне остаются темы жизни и смерти, любви и ненависти, патриотизма и предательства, войны и мира. В сознании советского человека прочно закрепились лирические образы, в основном воспетые Булатом Шалычем Акуджавой, грусть и печаль, невозможность изменить ход нежелательных событий в текстах Галича, непримиримость с безысходностью, переданные Юрием Висбором и Юлием Гимом. Конечно же, сердца всех людей, так или иначе, затронули тексты и, на мой взгляд, просто космическое исполнительное мастерство Владимира Семеновича Высоцкого. Причем именно в его песнях каждый находил то, что было близко для него, воспринимал по отношению к себе, к своему диалогу с миром и с самим собой. Тематика авторской песни совершенно разнообразна, то есть меняется постоянно, адаптируется к современным реалиям. Ирония, сатира, негодование, смысл жизни, социальные потрясения, дела давно минувших дней. Это темы полноценных авторских текстов. Автор в бардовской песне выше музыки. Но, тем не менее, без музыкального фона это будет только поэзия. Ну и вот здесь примером я скажу, что прекрасное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Парус». Но в исполнении, я думаю, знаете, в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева это стихотворение получило новое звучание, новое рождение, можно сказать, в виде романца. А остро-социальная тематика в свое время стала бичом бардовской музыки. Но именно благодаря в том числе и студенческой песне, то бунтарство, противостояние системе, несмотря ни на какие преследования и запреты, был жив и продолжал жить и творить. Естественно, особенно в советские времена, бардовская песня всячески преследовалась. Исполнять, значит, публично свои произведения никто не мог. В основном все это было либо на каких-то слетах туристических, либо это в компаниях. Но официально долгое время еще нужно было ждать, пока это будет разрешено. А в современной бардовской поэтике под незанасловатые же гитарные аккорды актуализируются современные жизненные ситуации, которые характеризуют общество, сталкивающие в непримиримом контексте людей друг с другом. Морально-этические и философские категории в 21-м столетии все явственнее показывают свой оскал из океана бытовых проблем. Но, безусловно, ни одним критиканством жива бардовская музыка. Воспевание профессии учителя, любви к своему городу, малой родине, родителям, вечности памяти, философии любви, дружбы и беззаветного служения людям продолжает оставаться основными мотивами, поддерживающими авторскую песню на плаву, в акватории у территоризма и жажды власти. Этим она и будет волновать сердца и души любящих поколений. Ну вот это непосредственно докладно. И в конце я бы хотел показать, как я пытаюсь применить это на практике. Я преподавал в школе и пытался для ребят сделать такие композиции, с помощью которых они бы могли осмысливать, что это за проблемы, что за категории. Но вот меня волнует до сих пор очень проблема преемственности педагогики, педагогических кадров. На мой взгляд, сейчас еще одно поколение, два поколения, и в педагогику, мне кажется, мало кто будет идти. Это очень большая проблема сегодня у нас. Вот она меня очень волнует. И одну из песен я посвятил именно этой тематике. Если разрешите, так как конференция у нас сегодня научная творческая, я хотел бы исполнить одну из своих песен. Ну, не судите строго, я не профессионал, еще раз говорю вам. Но таким образом, после исполнения этой песни, несколько ребят уже подходили ко мне и говорили, а как можно стать преподавателем, учителем? Значит, я чего-то добился. Наше сердце раскрытые двери, наши мысли, как звезды вселенной, лишены наши души сомнений, а идеи, как личность, не длинны. Каждый день, словно жертва во славу, отдаем всех себя без остатка. Наши речи кипящая лава, а пятерки желанные и сладки. Без нас никак нельзя, учителя, учителя. Закрываются школьные двери, впереди всех вас ждут выпускные. Это время для бега к сирене, а пока наши классы пустые. Но наполнится чаша вектаром, и за партами юные лица. Отдаем всех себя без остатка, чтобы дети умели учиться. Без нас никак нельзя, учителя, учителя. Без нас никак нельзя, учителя, учителя. Без нас никак нельзя. Для меня вообще бардовская музыка, она, ну, конечно, не сравнится с, объяснить, с классической музыкой, само собой ясно. Но бардовская музыка, это для меня очень высокий уровень, в том числе и долины. Исполнители, они, конечно, прекрасны. Но мне еще очень нравится Никитина. Мне посчастливилось побывать на слете вместе с ними. И мастер-класс тоже был очень... Ну, как вам сказать, бардовская песня, конечно, адаптируется к современным реалиям. И не сравнится, конечно, с 60-ми, 70-ми годами. Но можно что-то восклинять из этого. Я просто показал, что они сохраняют вот эту вот высокую плавку. Да-да. Ну, вот Никитин и уже они с этого уровня ухода шли. Они ушли. Вот эти двое. Спасибо. А вот еще один вопрос. А как бардовская песня может усовершенствоваться, если требуется солидный перелом в понимании роли музыки, что без музыки нельзя? Да. И вот музыка, она может сыграть решающую роль только тогда, когда она станет участвовать в научном прорыве. Вот перспектива. Перспектива. Как вы чувствуете? Ну, как вам сказать, вопрос такой, спасибо за вопрос, он такой глобального, конечно, уровня. Вчера в работе конференции очень много было сказано на эту тему. Вот. И, ну, что касается именно бардовской музыки, здесь перелом достаточно понятие субъективное. Почему? Потому что, опять-таки, старое поколение, ну, даже бардов-исполнителей, оно уходит. А, как вы сказали правильно, для нового поколения необходима очень мощная, в том числе, теоретическая база. Музыка – это теория, конечно. Это очень важная теория. Без нее, ну, никуда не денешься. Поэтому, мне кажется, что с течением времени будет угасать бардовская музыка. Мое мнение такое, моя точка зрения. На место ее, папа, это должна появиться музыка. Решающая. Ну, может быть, это будет музыка искусственного интеллекта. Ну, а что еще может на смену прийти, когда людям уже нравятся просто там восьмибитовые стуки, звуки и так далее? Вот я слежу за своей. Ну, то, что вы говорите, это так, исчезновение профессий и одна роботизация. Ну, я, например, бываю часто на конференциях, симпозиумах, связанных именно с роботизацией, основами искусственного интеллекта. Ну, я не скажу, что прям все будет под роботов, но вымещаться будет, конечно, человек. Ну, без сервера не обойтись. Ну, это само собой, да, конечно. И без педагогики тоже не обойтись. Педагогами должны быть люди, а не машины. Я считаю, это моя точка зрения кредо. Вот она и на распуте получит. На распуте, да. Ну, а как привлечь внимание, ребят? Я стараюсь таким образом. Если что-то получается, то, как говорится, значит, не зря что-то делать. Спасибо вам большое. На Западе тоже? Да, да, на Западе. И там тоже там БАД. Нет, спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что там БАДовская песня тоже была связана с различными преобразованиями в социально-политической сфере. Сейчас, как таково, ее, конечно, нет на таком уровне, как в России. Но фестивали тоже проводятся. Вот, сейчас я не помню, в каком-то польском городе проводится такой фестиваль БАДовской песни. Очень много из России приезжает туда людей. Вот, кстати, сейчас распространено, что из России не любят в Европе. Это все ерунда. Очень тепло встречают в Европе, когда знают, что ты из России приехал. То есть это на самом деле. Даже в Польше. То в Польше особенно. Почему? Я бывал не раз в Польше, там очень хорошее отношение. Конечно, если ты не трогаешь политику и историю. А если начинаются какие-то споры в этом плане. В Болгарии есть очень интересный. Там, по-моему, курорт, сейчас я не помню, Золотые пески. И там проводится БАДовский фестиваль. Но в последнее время я не слышал про него. А что они там поют? Тоже остросоциальные песни, конечно. Вот, в основном, как я сказал, смысложизненные моменты. Ну, политики, вот, например, в странах СНГ проводятся. Там политика не рекомендуется так особо. Вот я имею в виду, например, в Центральной Азии, где в Узбекистане был. Там политика, не под запретом она, но просто. Ну, а так, пожалуйста, о самой БАДовской песне, о БАДах, о философии, о смысле жизни, о любви. Юмора очень много. Ну, и, конечно, военная песня. Военная песня. Вот, благодаря военной песне, можно сказать, сейчас БАДовская песня не жива. Еще вопрос. Последнего? Вот, 19-го года? Нет, лет последнего. А, Боба Дилана. Боба Дилана? Да, да, конечно. Если сравнить с Лешковой песня, то я не знаю, что это было чисто. Ну, почему? Ну, я считаю, вы... На мой взгляд, Дилан, ну, как сказать, он отец, вообще-то, рока, можно сказать. Где-то один из отцов. Не роки, Дилан. Вот, Давыла Матлеева же. Ты не родишь там такого типа? Ну, нет, конечно, нет. Ну, этого нет там. Ну, ему... Вы имеете в виду, почему ему дали Нобелевскую премию? Нет, это поднято почему. Просто, как-то ваше мнение, все-таки не спасет музыка, не спасет вот эту словесную ткань. А, нет, ну, это да, конечно, это понятно. Вот, ну, ну, а что делать? Надо как-то гармонизировать. Вчера мы говорили о гармонии чисел, о гармонии дублетов, триплетов. Надо как-то гармонизировать и гуманитарность. Как поезд ушел. Есть еще вопросы? Да не ушел, почему? Давайте поблагодарим накладщика. Спасибо вам, что вы пришли на выступление. Большое спасибо. Спасибо. Для меня очень большая честь. Спасибо.